Всем привет! С вами я, Константин Фолстон, и в своем новом ролике я хотел бы рассказать о главных действующих лицах в футболе. Этих людей практически никто не видит и не слышит, но именно они правят футболом, и от них зависит судьба той или иной футбольной звезды. Но прежде чем я начну, хочу вам сказать, что в этом видео я тоже проведу конкурс, победитель которого получит 1000 рублей. Для этого вам следует быть подписчиком моего канала, в видео найти гифки, написать их тайм-коды в комментариях, а также написать имя футболиста, которого я загадал. Ну а в конце этого ролика я назову победителя конкурса, который провел видео о роскошной жизни Гризмана. Дождитесь до конца, и возможно именно вы станете этим счастливчиком. В своем ролике я расскажу вам о самых топовых футбольных агентах, от которых зависит современный футбол. Именно от этих людей зависит, где в следующем сезоне будет играть Криштиану Роналду, а какие цвета и какого клуба будет защищать Поль Пагба. Не буду в общем тянуть, давайте я вас с ними познакомлю и расскажу, как они воротят миллионами. Первый агент, о котором я хотел бы вам рассказать сегодня, Мина Райола. Думаю, вы и сами догадались, что именно с этого парня я и начну. Именно этот толстяк, который в начале 90-х приходил на переговоры в спортивных костюмах, сейчас находится на вершине своей профессии. Он зарабатывает сумасшедшие деньги на своих клиентах, среди которых Пагба, Ибрагимович, Мхитарян и Донорума. Но в чем его главная отличительная черта? Так это в том, что он очень привязывается к своим клиентам и никогда не даст их в обиду. Все его клиенты зарабатывают самые большие зарплаты в клубах. При этом могут не играть и даже показывать плохое качество игры. Райола сотрудничает приблизительно с 70 футболистами, но больше всего денег ему принес пока Поль Пагба. Француз несколько лет провел в Академии Манчестер Юнайтед, после чего стал подпускаться Фергюсоном к основному составу. Когда Райола увидел, что его юный клиент подает большие надежды и Фергюсон нуждается в его работе, он решил, что нужно поднять футболисту зарплату и попросил об этом Фергюсона, чтобы тот поднял ему зарплату до уровня звезд Манчестер Юнайтед. Райола прекрасно понимал, что Фергюсон откажется это делать, поэтому заведомо сначала поговорил с футболистом и они сделали скандал вокруг его персоны, тем более, что у Пагба заканчивался контракт с дьяволом. Фергюсон разругался с Пагба и Райолой и в прессе заявил, что футболист стал свободным агентом. Райола тем временем договорился с Ювентусом о бесплатном трансфере Пагба с зарплатой, которую он просил у Манчестера. За этот переход Райола получил от итальянского Гранда 27 миллионов евро, а Пагба стал получать 5 миллионов евро в год. Получается, что за 4 года в Юве он заработал лишь 20 миллионов, а Райола лишь за один переход взял себе 27. В 2016 году Райола просил Юве увеличить зарплату Пагба втрое, и те отказались, после чего он вернул француза в МЮ. Тогда дьяволы заплатили за футболиста рекордные 105 миллионов евро, а Райола взял себе агентских 22 миллиона. Теперь Пагба получает в год 15 миллионов евро, а Райола за два перехода француза заработал почти 50 миллионов евро. Сейчас муссируется информация о том, что Райола пытается впихнуть Пагба в Реал. Футболист хочет зарабатывать 17 миллионов евро в год, и это пугает королевский клуб. Ну, а сам трансфер может составлять 150 миллионов. Благодаря этому переходу Райола может заработать около 30 миллионов евро, а сам футболист станет самым высокооплачиваемым игроком команды. И ничто же ему не мешает через пару лет уйти в Юве. И при этом Райола снова заработает несколько десятков миллионов. Вторым топовым агентом, по моему мнению, является всеми известный Жоржи Мендеш. Уже в 30 лет он владел собственным ночным клубом, где и познакомился со своим первым клиентом из мира футбола. Первым на его удочку попал вратарь Нунуэшпиритусанту. Вратарь пожаловался, что хочет играть в топ-чемпионате Европы. И уже через неделю каким-то магическим способом Мендеш перевел его из Витории в испанское депортиво. Потом Мендеш гонял Нуну по Португалии. Он уже побывал игроком Порту, а даже один сезон был игроком московского Динамо. После завершения карьеры игрока Мендеш сделал из него высококлассного специалиста. Тренер, который вместе с Валентией занял четвертое место и пробился в Лигу чемпионов. А Спорту занял второе место в чемпионате Португалии. В 2017 году Мендеш сблизился с руководством Уолверхэмптона, сделав из этой английской команды приют для своих португальских футболистов. Мендеш поставил туда тренером своего первого клиента Нуну Санту, а также привел пятерых футболистов из своей агентской конторы. И самым известным из которых является Жуао Маутиньо. В итоге в сезоне 18-19 Вулверхэмптон занял аж седьмое место в чемпионате Англии. Поговаривают, что именно в этот клуб вскоре перейдет российский нападающий Артем Дзюба. Я думаю, что это более чем логично. Дела Дзюба с зимы уже начал вести Мендеш, а Вулверхэмптон полностью находится в его распоряжении. Ну и будем откровенны, команды из топ-5 Артема не позовут. В августе ему уже будет 31 год. Ну и как же говоря о великом российском нападающем, не сказать о великом мировом Криштиану Роналду. Дела этого футболиста ведет именно Мендеш уже много лет. Среди его клиентов числится и скандалист Джузе Мауриньо, а также новый тренер Ромы Пауло Фонсека, который вместе с Шахтером взял три чемпионских титула подряд. Мендеш все продумал, когда проспособствовал переходу Фонсеки из Браги в Шахтер в 2016 году. Он прекрасно знал, что португалец заберет все медали с горняками в откровенно слабом чемпионате Украины, набьет себе имя, легко перейдет в более топовый турнир. Так и произошло. А теперь Мендеш потирает руки и думает, какого бы португальского футболиста затащить в Рому? Но вот непонятно, справится ли с этой задачей сам Фонсека. Напишите в комментариях, провалится тренер или нет в следующем сезоне. Последнее, что хотел бы сказать о Мендеше, это то, что в 2018 году он лишь на агентских заработал 90 миллионов евро. Чтобы вы понимали, самый богатый и раскрученный футболист планеты Криштиану Роналду за год на всех рекламах и так далее заработал 110 миллионов. Как-то так и живут агенты. Третий агент в моем списке самых успешных – Киа Джурабчан. Если верить трансфер-маркету, то в его подчинении лишь три футболиста. Но это далеко не так. Джурабчан больше славится не своей агентской деятельностью, а тем, что выкупает часть прав на футболистов и имеет большие деньги при их трансферах. Чем отличаются его трансферы от трансферов других агентов? Большие суммы, огромные комиссии и такие же провалы футболистов в новых клубах. Сейчас я расскажу вам, как Иранец заколачивает миллионы на доверчивых футболистах. В четвертом году Джурабчан организовал новую фирму. Подписал десятилетнее сотрудничество с Corinthians и вложил в него 35 миллионов евро. При этом он получил 51% от будущих доходов клуба. Чтобы вы понимали, уже в следующем году Каринтиан стал самым богатым клубом Южной Америки и стал чемпионом Бразилии. Доходы клуба за год выросли на 500% и Джурабчан неплохо на них заработал. При этом команда сумела купить звезд аргентинского футбола Карлоса Тевеса и Хавьера Маскирана за рекордные суммы. Джурабчан при этом владел частью прав на этих футболистов и вскоре впихнул их в Вестхэм за 12 миллионов. Понятное дело, что вскоре футболисты не захотели играть за аутсайдера Пейл. Тевесом заинтересовался Манчестер Юнайтед. Джурабчан выплатил Вестхэму компенсацию в 2 миллиона евро, а за переход Тевеса от Манчестер Юнайтед получил 14 миллионов. Аналогичная ситуация произошла и с Маскирана его переходом из Вестхэма в Ливерпуль. При этом Джурабчан за двоих футболистов сумел поднять несколько десятков миллионов евро. Тем временем в Бразилии признали партнерство компании Джурабчана с Каринтиан с незаконным из-за отмывания денег, которые ему поставлял российский бизнесмен Борис Березовский. Власти Бразилии выслали ордер на арест Киев, но как вы понимаете, никто так и не сел. Джурабчан поспособствовал и переходу Каутиньо в Барселону за 160 миллионов евро. Как вы видите, сейчас бразильец не играет даже на 10 миллионов. Ходят слухи, что Джурабчан получил за эту сделку 40 миллионов евро. Кстати, почти всех бразильцев Донецкого Шахтера привез именно Джурабчан. Именно он нагрел огромные деньги на продаже Тейшеры в китайский Цянь Цзюсунин за 50 миллионов евро. Ну а также Дугласа Косты в Баварию за 30 миллионов. Оба игрока, как вы знаете, не особо заиграли в своих новых командах. Дуглас Коста, слава богу, прижился в Юве, а вот от Тейшеры давно ничего не слышно. Вот такие они, футбольные агенты. Для кого-то из них футболисты родные люди, а для кого-то просто товар. Но и те, и другие зарабатывают на них миллионы, и порой даже больше, чем сами футболисты. На этом об агентах у меня все. Ставь лайк этому видео, подписывайся на мой канал, а также комментируй. И кстати, в прошлом видео о роскошной жизни Гризмана нам удалось с вами собрать 5000 лайков. И я, как и обещал, сделаю роскошную жизнь с Адио Мане. Давайте же под этим роликом наберем хотя бы 2000 лайков. И тогда я продолжу тему расследований в следующих своих видео. А победителем конкурса, который я провел в роскошной жизни Гризмана, стал вот этот мой подписчик. Поздравляю тебя! Твой выигрыш тебя ждет. Свяжись со мной через эту почту, а остальным желаю удачи. Верьте в себя, комментируйте и все получится. Пока, увидимся!